Хотя прием и по личным вопросам, Тамара Новикова пришла к губернатору с делами общегородскими. Не нравится женщине хамство в общественном транспорте и вообще, говорит, культуру пора возрождать. Надо, короче говоря, поднимать культуру, поднимать заботу о городе, об обществе, о детях, о молодежи. Дай Бог, чтобы у нас он задержался. Дай Бог, чтобы у него была стопроцентная поддержка. Потому что он правильно, как говорится, вопрос эти стал поднимать с первого дня его правления города. Возрождение духовности не отменяет проблем бытовых. Все те беды, которые не решались годами, теперь горожане спешат озвучить губернатору. Это и газификация сельской зоны, и расселение из аварийного и ветхого жилья. Или задачка, как заставить подрядчика доделывать работы. Каждого из посетителей Сергей Миняйло внимательно слушает, расспрашивает, изучает документы и тут же на месте дает поручение замам. Вот, например, Елена Гончарова рассказывает о своей семье. У женщины пятеро детей и нет собственного жилья. Главное, семьи из шестидесятых человек должна быть предоставлена жилья. Спасибо. Такой формат общения власти и горожан, как личный прием, в Севастополе уже отлажен и достаточно эффективен, считает Сергей Миняйло. Более того, скоро на постоянной основе заработает приемная губернатора. Все заявки будут ежедневно распределять по ведомствам. И тогда совсем не обязательно по любой проблеме будет бежать к первому лицу города. Чтобы работали все звенья, не только сверху вниз ставилась задача по обращениям, но и внизах, в органах исполнительной власти, каждый на своем уровне, слушал людей и решал их проблемы в рамках своей компетенции. А к заместителям приходят как по социальным вопросам, так и с конкретными предложениями. Например, у казачества есть план по развитию агропромышленного комплекса. А духовенство подготовило проект строительства храма в бухте Голландия на северной стороне. Батюшку поясняет, обстановка там депрессивная. Церковь и вместе с правительством города решают одну очень важную задачу – улучшение социального климата в городе, духовно-нравственной обстановки и патриотического воспитания населения. А бывает и так, что приходят на прием просто выговориться и обсудить внутреннюю политику с директором профильного департамента. Губернатор принимает людей по личным вопросам. Еженедельно заместители губернатора и директора департамента работают с населением в открытую. Поэтому кто хочет задать вопрос, кто хочет получить ответ на него, пожалуйста, приходит и получает этот ответ. Это принципиальная позиция губернатора, принципиальная позиция нашего правительства. У людей наболело, наболели какие-то вопросы. Это, как правило, социально-бытовые, это вопросы повседневные. Мы черпаем вот эти вопросы, черпаем задачи, которые ставят наши севастопольцы и пытаемся их решать. Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.